Монтажом выставки Символично, что первой экспозицией проектора дня продолжения стала выставка двух родных братьев. Михаил Садыков, младший брат Александра, начал свой творческий путь относительно недавно. Для Михаила это первая выставка. Глаз зрителя порадуют узнаваемые виды березняков. Особенно тонко автор передал ночные пейзажи. Ночь – это временное явление. Порой мы не обращаем внимания, не замечаем красоту березняков в темное время суток. Придя в музей, у вас есть уникальная возможность насладиться видами, поразмышлять. Просто в качестве эксперимента решил попробовать себя в живописи. Так и начался этот путь. А как давно? Как давно? Но первые работы были еще в 2016 году. Но основная часть работы на этой выставке, они написаны последние полгода. В этом году у инициативы родня продолжения есть символ дерева, выполненное в цветах проекта. Пока без листьев, а в будущем это картина, на которой будут автографы каждого участника будущих экспозиций проекта. Свой след в истории проекта оставил и Михаил Шинкарев, который уже второй год вместе с сотрудниками музея и художниками открывает проект родня. Получается, что когда мы стали думать, кто будет первым участником проекта, то все родилось само собой. Два родных брата, это уже некая связь о родне. Потом день рождения города. То есть, и поэтому, когда стали думать над темой с ребятами, о чем бы сделать выставочный проект, то как раз март, город, и давайте попишем наш город и поразмышляем о том, как наш город живет, чем дышит. Всего в этом году в проекте родня будет презентовано 8 уникальных экспозиций. В этом году проект носит статус международного. Некоторые из будущих участников связаны с березняками, но сейчас трудятся в других странах. А на первой выставке каждый найдет знакомые моменты из жизни нашего города. Здесь и индустриальные березняки, здесь и запечатлены времена недалекого прошлого, когда мы сидели на карантине. Выставка «Березняки братьев Садыковых» продлится до 2 апреля. Успевайте насладиться такими разными и родными березняками. Евгений Казанцев, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникаме.